Сегодня в зале администрации района состоялось планерное совещание, которое провел глава муниципального образования Заур Хамирзов. В работе совещания приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, в режиме ВКС участвовали главы сельских поселений. Рассмотрение вопроса в повестке очередного планерного заседания началось с доклада первого заместителя главы администрации района Руслана Ямыкова о ходе призывной кампании 2022 года. Он также доложил о проводимой Координационным советом о работе по участию муниципального образования в федеральных и региональных программах. Далее в рамках совещания была засушена информация о проведении ярмарок выходного дня и регулировании цены территории района. По данному вопросу выступила заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марита Тугланова. Заявителей было 17, торговых точек мы должны были поставить, присутствовало 12. В принципе, ассортимент был охвачен полностью, цена была приемлемая, агурцы были за 100 рублей. Мясо, говядина 400-450 рублей и можно будет отметить также науковское масло, которое за литр 100 рублей продавалось. Еще одной значимой темой стало возгорание сухой растительности на территории района. Начальник отдела по делам ГУЧС Николай Зверев отметил, что количество возгораний в текущем году увеличилось. У нас, если на 4 апреля 2021 года природных пожаров было зафиксировано 3 случая, на сегодняшнюю дату 15 случаев зарегистрировано. То есть у нас получается рост практически в 5 раз. Это что касается природных пожаров, что касается техногенных пожаров. Здесь тоже рост хотя бы и небольшой. В прошлом году было 10 техногенных пожаров, в этом году на сегодняшнюю дату 13 таких пожаров. Участники совещания также рассмотрели и другие немаловажные вопросы. Это привлечение вне бюджетных источников в целях реализации программы комплексное развитие сельских территорий, а проводимое работе по достижению показателя КПА и дерева целей, ход декларационной кампании. В завершении планерки Заур Хамирзов озвучил план мероприятий на текущую неделю и дал конкретное поручение.